Другой подрядчик достроит. Для дороги по улице Раздольной дело привычное. Напомним, первая очередь долгожданной объездной тоже переходила из рук в руки. Так сегодня выглядит стройка на Раздольной. Здесь по-прежнему пусто. Пусто было и месяц назад, и даже два. Вообще же, дорога по улице Раздольной перестала строиться в июле 2014 года. Московский стройсервис пришел на строительство Орловской дороги по улице Раздольной в середине 2013 года. Достраивал в первую очередь полотна в Северном районе. Прошлой осенью генеральный директор компании стройсервис говорил об ускоренных темпах работы. Даже шла речь о ведении здесь третьей смены. В итоге стройка затухла, а работа здесь остановилась. Первые проблемы у стройсервиса начались еще в июле 2014-го. Подрядчик лишился банковской гарантии. Работу приостановили, а в обл. администрации тогда заговорили о конкретных шагах. На мой взгляд, организация не располагает оборотными средствами. Мы будем выходить уже с предложением и будем настаивать на расторжении договора города Морлон. Потому что заказчиком является город Орлов по этому объекту. Активизироваться на строительном объекте стройсервис должен был до 1 августа. Но получив новую банковскую гарантию, к работе так и не приступил. И на то нашлась. Другая причина – задолженность по зарплате перед рабочими. По сведениям о стройсервис, которые осуществляли работы по строительству дороги по улице Раздольной, имеется задолженность по выплатам зарплаты перед 68 работниками на общую сумму 2,5 млн. рублей. По результатам наших проверок по обращениям граждан в суд направлено 14 рисковых заявлений. Вновь о разрыве контракта заговорили в сентябре. В настоящее время, в том числе и по поручению правительства Орловской области, нами рассматривается возможность расторжения контракта в судебном порядке. Документы заказчикам МКОКС города Орла подготовлены. Но до дела так и не дошло. Более того, стройсервису дали очередной шанс, перечислив 30% аванса. С стройсервисом выполнен объем работ на 19 млн. Предстоит, основной сейчас объем средств, это больше 70 млн, это идет на перекладку сетей. Выполнили перепланировку, сети не переложили. То есть процесс они этот начали, но не завершили. Сегодня ВУКСИ готовы перейти к конкретным действиям, пригласить подрядчика в суд. Документы туда собираются передать уже на этой неделе. Контракт с новой фирмой городу необходимо будет заключить до конца декабря. Сегодня стройсервис уже начал выводить свою технику с объекта. А тем временем автомобилисты, устав ждать конца стройки, дорогу для себя уже открыли, начав курсировать по полотну недострою. Я крайне возмущен тем, что дорога не построена, и приходится ездить по такой дороге, какая есть. Виктория Юркова, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной.